Как Евгения Онегина, Константин Потапов, Иван Кейтелов, Юлия Мамычева, Дмитрий Беседа и многие-многие другие. Вот уже шесть лет мы делимся с вами творчеством и вдохновением. Сегодня перед вами выступят не все резиденты, но тем больше будет наша радость от очной встречи с первым концертом, которая, как мы надеемся, все-таки состоится этой осенью. Но еще больше нас ждет впереди. И пока мы только ждем открытия площадок для выступлений, мы безумно соскучились по вам, по всем зрителям. И верим, что разлука, как говорят статусы ВКонтакте, гасит маленькую свечу, но раздувает настоящее пламя. Я хочу пригласить первого выступающего. За шесть лет этот резидент успел выучить больше стихотворений, чем написали все шестидесятники. Настолько полюбить сцены, чтобы пойти в театральный. Почти сыграть Гамлета. Ни разу не жениться, девочкам-зрителям на заметку. Закончить актерское образование. И с этого года, с чем можно его поздравить, попасть в труппы Донского театра драмы и комедии имени Комиссаржевской. Встречайте! Артем Тукодов! Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего, конечно, хочется поздравить наш проект. Шесть лет это очень большой срок. Мы, наверное, Дима Кравченко, наверное, когда создавал этот проект, я думаю, он и предположить не мог, что будет так долго существовать. Но, однако, мы живем, мы пользуемся популярностью, и мы безумно благодарны всем зрителям, всем слушателям за то, что мы есть. Потому что именно благодаря вам мы существуем. Начну я со стихотворения Евгения Евтушенко. Дай Бог. И быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Дай Бог быть тертым калачом, не сожранным ничьей уж шайкой. Не жертвой быть ни палачом, ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог лжецам замкнуть уста, глаз Божий слыша в детском крике. Дай Бог найти живым Христа, пусть не в мужском, так в женском лике. Не крест без крести мы несем, а как сгибаемся у Бога. Чтоб не развериться во всем, дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, всего, всего. И сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не будет стыдно. Следующее стихотворение, тоже Евгения Евтушенко. Людей неинтересных в мире нет. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое свое, и нет планет, похожих на нее. И если кто-то незаметно жил и с этой незаметностью дружил, он интересен был среди людей самой неинтересностью своей. У каждого есть свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг. Есть в мире этом самый страшный час. Но это все неведомо для нас. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги, и мосты, машины, и художников холсты. Да, многому остаться суждено. Но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним грешных и земных. А что мы знали? В сущности о них. Что знаем мы про братьев, про друзей. Что знаем о единственной своей. И про отца родного своего. Мы, зная все, не знаем ничего. Уходят люди. Их не возвратить. Их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Вчера, 25 июля, был день памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Сорок лет, как его нет с нами. И я прочитаю два его стихотворения. Я не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года. Я не люблю. Я не люблю. Насилие и бессилие. Вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу. Досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены. На них миллион меня порублю. Пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю. Мой черный человек в костюме сером. Он был министром, думуправом, офицером. Как злобный клоун он менял личины. И бил под дых внезапно, без причины. И, улыбаясь, мне ломали крылья. Мой хрип порою был похож на вой. И я немел от боли и бессилия. И лишь шептал спасибо, что живой. Я суеверен был, искал приметы. Твердил терпи, пройдет все ерунда. Я даже прорывался в кабинеты. И зарекался больше никогда. Вокруг меня кликуши голосили. В Париж мотает, словно мы в тюмень. Пора такого выгнать из России. Давно пора. Видать начальству лень. Судачили продачу и зарплату. Мол, денег прорва по ночам кую. Я все отдам. Берите без доплаты. Трехкомнатную камеру мою. И мне давали добрые советы. Чуть свысока похлопав по плечу. Мои друзья, известные поэты. Не стоит рифмовать. Кричу, торчу. И лопнула во мне терпение жила. Я со смертью перешел на ты. Она давно возле меня кружила. Побаивалась столько хрипоты. Я отсюда скрываться не намерен. Коль призовут, отвечу на вопрос. Я до секунд всю жизнь свою измерил. И худо-бедно, но тащил свой босс. Ведь знаю я, что лживо, а что свято. Я понял это все-таки давно. Мой путь один. Всего один, ребята. Мне выбора, по счастью, не дано. Була Токуджава. Тьмою здесь все занавешено. И тишина, как на дне. Ваше величество, женщина. Да неужели ко мне? Тусклое здесь электричество. С крыши стачится вода. Женщина, ваше величество. Как вы решились сюда. Ваш приход, как пожарище. Дымно и трудно дышать. Ну, проходите, пожалуйста. Что ж на пороге стоять? Кто вы такая? Откуда вы? Я смешной человек. Просто вы дверь перепутали. Улицу, город и век. Иосиф Броский Нет, мы не стали глуше или старше. Мы говорим слова свои, как прежде. И наши пиджаки темны все так же. И нас не любят женщины все те же. И мы опять играем временами В больших круговоротах тьмы и света, Великими для славы и позора. И добрыми для суетности века. Александр Кочетков Баллада о прокуренном вагоне Как больно, милая, Как странно Сроднясь к земле, сплетясь ветвями. Как больно, милая, Как странно Раздваиваться под пилой. Не зарастет на сердце рана, Прольется чистыми слезами. Не зарастет на сердце рана, Прольется пламенной смолой. Пока жива, с тобой я буду. Душа и кровь нераздвоимы. Пока жива, с тобой я буду. Любовь и смерть Всегда вдвоем. Ты понесешь с собой, Любимый, Ты понесешь с собой Повсюду, Ты понесешь с собой, Любимый, Родную землю, Милый дом. Но если мне Укрыться нечем От жалости неисцелимой, Но если мне Укрыться нечем От холода И темноты, За расставанием Будет встреча. Не забывай меня, Любимый, За расставанием Будет встреча. Вернемся оба, Я и ты. Но если я Безвестно кану Короткий свет Луча дневного, Но если я Безвестно кану За звездный пояс В млечный дым, Я за тебя Молиться стану, Чтоб не забыл Пути земного, Я за тебя Молиться стану, Чтоб ты вернулся Невредим. Трясясь в прокуренном вагоне, Он стал бездомным И смиренным. Трясясь в прокуренном вагоне, Он полуплакал, Полуспал. Когда состав На скользком склоне Вдруг изогнулся Страшным креном, Когда состав На скользком склоне От римс Колеса оторвал. Нечеловеческая сила В одной давильне Всех калече, Нечеловеческая сила Земное Сбросило с земли И никого Не защитило Вдали Обещанная встреча И никого Не защитило Рука Зовущая Вдали С любимыми Не расставайтесь С любимыми Не расставайтесь С любимыми Не расставайтесь Всей кровью Прорастайте в них И каждый раз Навек прощайтесь И каждый раз Навек прощайтесь И каждый раз Навек прощайтесь Когда уходите На миг Спасибо большое Я с удовольствием Представляю Нашего Следующего Резидента За время Пребывания В проекте Эта девушка Невероятно Выросла Как в плане Техники Стихосложения Выступлений Так и Начала писать Даже сатиру И несмотря На все слова Сказанные В адрес Мужчин В рамках Нашего Проекта Женского Все-таки Вышла Замуж Стала Кандидатом В члены Сынезаписателей Отказалась От псевдонима Перекрасила Волосы И сохранила Своё Неизменное Солнце В глазах Встречайте Анжелика Салтанова Здравствуйте Я очень рада В этот день Быть вместе Со всеми Вами Я хотела бы Поздравить Всех резидентов Проекта С таким Прекрасным Замечательным Днём Шестилетием Проекта Если бы не Дима Этого проекта Могло бы и не быть Но Благодаря Дмитрию Этот проект Состоялся И будет Жить Ещё Долгие годы Я так редко Я так редко Я так редко Пишу Что слова разноцветный бисер Рассыпаются по полу, скачут, играют в прятки. Я так мало пишу и стихов, и рассказов, писем. Оттого каждый миг ощущается самым сладким. Я почти что нема, обеззвучена, без языка. Утекает вода, разрастается в сердце слово. Если это мой ад, то спасибо ему за пытку. Если это мой рай, не хотела б себе другого. Ответь, мой добрый и сердечный друг. Ты видел, как рассвет встает над полем, Как деловитый собран майский жук, Когда он не в коробке, а на воле. Ты видел, как в саду цветет сирень, И как над ней жужжат большие пчелы, Как снова оживает старый пень В побегах стройных, молодых, зеленых. Я видела, и ты, мой старый друг, Отбрось свои сомнения, заботы И посмотри на то, как мир вокруг Преображает магия природы. Весенний дождь, предвестник перемен, По лужам сонный луч скользит упрямо, Я покидаю плен постовых стен, В чулане запирая груды хлама, А воздух чист И страстью напоем. Дышу отчаянно до нервной дрожи, Подмигивает мне вихрастый клён, И я ему подмигиваю тоже. Мы с ним идем, иду, А он стоит, крылатки в танце Падают на плечи. Я вижу, как фонтан, небесный кит На землю проливает в этот вечер. Знаете, есть такие стихотворения, Стихотворения-воспоминания, И следующее будет одним из них. Закружилась голова в июне, Подкосились ноги, Я упала на скамью, А белочке шалуни так смешно, Что ветка затрещала. А меня, пленяя ароматом, Сладковато-нежным, Тем из детства Покорила в пламенном закате Липой юной милое кокетство. Сердце билось в такт сердечным листьям, Вспомнилось. В селе жужжали пчёлы, Пахло солнцем и травой душистой, Слышались чужие разговоры. Бабушка звала меня на ужин, Я спешила, как голодный ястреб, Стайка перепуганных печужек, Звонки топот, липовое счастье. В моменты, когда становится сложно, Я не забываю повторять себе как мантру, Что всё будет хорошо. Всё когда-нибудь образуется, Перемелится, как зерно, В тихой гавани пришвартуется, Или вовсе пойдёт одно. Как художник, мазками и пятнами, Плотной кисточкой по холсту, Вновь рисует судьба понятную, Окончательную черту. Разделяет, не делит поровну, Так зачем же смотреть на до? Душу рвут боевые вороны И свивают себе гнездо. Голос хрипнет, ладони слабые, Отпускают тяжёлый груз, Заживут до весны царапины, И я в целое соберусь. Мне не свойственна Излишняя певучесть. Я, как чайника, протяжный свист Разрываю тишину, А в небе тучи, Горизонт багряный маслянист. Ветер вдаль уносит вечные рулады, Плещутся солёные киты, Море беспокойно их по спинам гладит, Так же чьи-то плечи гладишь ты. Первый гром пронзает время и пространство, Обещая хмурые дожди. Кто-то сверху говорит, Пора для странствий, Приключений, веры и любви. Знаете, когда встаёт солнце, Я каждый день радуюсь этому, Потому что солнце умеет творить чудеса. Солнечный зайчик играет в прятки. Лужа, трава, окно. Я нахожу его отпечатки, Даже когда темно. Свет из-под пальцев моих струится, Стоит его поймать, Зайчик становится синей птицей, Только бы удержать. Над головой пролетают клином белые журавли, Я наливаю нам чай с жасмином, Ландыши зацвели. Мир просыпается от дремота И набирает темп, Скачет воробышек желторотый, Ищет весенний хлеб. Во всём многообразии оттенков природы И человеческих эмоций Никогда нельзя забывать о счастье. О счастье имеет смысл только тогда, Когда есть с кем его разделить. Обращайся ко мне по отчеству И по данному в детстве имени. Мы герои чужого творчества, Не больные, но одержимые. Назовёшь его, Сразу вспомнится, Как не спали ночами долгими. Ты тогда был моей бессонницей, Закоулками и наколками На душе и на теле высечен. Я скульптуру тебе поставила, Но осталась всего лишь тысячной, С кем играл, не озвучив правила. Я тонула в скупых объятиях, Мне порой не хватало воздуха. Эти чувства — моё проклятие. Помогите же мне, апостолы, Оторвите меня и выбросьте. Схоронюся в глубинах озера, Окружённое только рыбами, Да камнями, совсем без голоса. Звёзды плещутся в лунном зареве, Одержимые, одержимые. Мы в одной сковородке жаримся, Но и кто из нас уязвимее? Мы сдавались друг другу встречными, Не распятыми, но разбитыми. Это с виду мы безупречные, А внутри там рога с копытами. Наши души полны вулканами, Извержения неизбежные. Нас Создатель считает парою, Мы бежим от себя по-прежнему, Друг от друга бежим По разные части света, Мосты и пристани. Мы лишь гости на этом празднике. Как нам рядом, скажите, выстоять? Как нам выстоять, Не расплавившись от эмоций, От чувств, от честности? Слышен стук пожелтевших клавиш, И нашу жизнь придает известности. Лишь заполненный хламом чердак Сохранит отпечатки ладоней. Разве можно играть в навсегда, Если знаешь, что это погоня По затоптанным раньше следам, И никто никого не догонит. Смех живет в перекрестии стен, По углам спят заветные тайны, В свете лунном неясная тень Улыбается горько, Печально растворяясь в холодном дожде. Обрывается провод трамвайный, Обрывается связь и чердак, Обрастает теплом и свечами. Между пальцев горит четвертак, Между ребер священное пламя. Плечи тянет громоздкий рюкзак Из надежд и пустых обещаний. В зеркалах отражение души, Стопка писем, засыпанных пылью, Мы с тобой, мы тогда, малыши, Мы птенцы чердака, но без крыльев, Там за дому шумят камыши, Наша сказка становится былью. Знаете, когда стоишь перед выбором, Стоит подбросить монетку. Это не даст никакого ответа, Но в момент, когда ты подбросишь Эту монетку, ты будешь знать, На что ты надеешься. А демоны сегодня ночью спят. Их не буди, позволь себе остаться Наедине с собой. В бокалах яд и время На часах для дегустаций. Куда-то шла ты столько лет подряд, Я за тобой давилась едкой пылью. Пусть шрамы на лопатках не болят, Но как, скажи, ты выжила без крыльев. Мне снится небо в каждом страшном сне. Вокруг светло, луна над облаками. В мерцающей купаясь тишине, Рыбы-звезды машут плавниками В чернильном море. Их таков удел плывут, Оставив за спиной берег. И я плыву среди блестящих тел, И что смогу взлететь, Всем сердцем верю. В мире очень много одиноких людей. И происходит столько печального, Что я думаю, что каждому нужно завести кошку. Потому что коты, Они могут заполнить пустоту В сердце и в душе человека. Прошлогодние листья сегодня убрали в мешки, А под ними нашлись перекрестки вихрастых дорог, Два разбитых бокала, Забытые кем-то стихи, Золотое колечко, Засохший степной василек. Не спешили прохожие, Прятался ветер в траве, Седовласый мужчина Орудовал старой метвой, А немелые листья Прижались к усталой земле И цеплялись, как люди, За мир бесконечно чужой. Лишь зажгли фонари, Отступила безликая тьма. По углам вдоль стены И на крыше столпились коты. Им, как брошенным людям, Порой не хватало тепла. Каждый видел о доме Счастливые, добрые сны. И юный ветер Жонглировал ночью Обрывками фраз, Что таились в глухих подворотнях С начала времен. Прошлогодние листья Осыпались в каждом из нас, Превращаясь в котов Без имен. Даже в самом глубоком одиночестве Никогда нельзя забывать, Что рядом с нами есть тот, Кого мы не видим, Кого мы не слышим, Но к которому мы можем обратиться В любое время. Этот юноша был, Словно дона вода, Одинок. Он Ростовом пропах, Безнадега и смутной тоской. Только в сердце Участливом жил Сладкогоречью смог, Что укутывал Пыльные плечи Сухой мостовой. Этот юноша В пальцах держал Непокорную кисть, Кропотливо выискивал В людях глубинную суть И пытался понять, По ночам заполнял Белый лист, Не желая сменить Предначертанный Господом путь. Этот юноша Чувствовал Времени подлинный бег, Что минута тому, Кто бессмертен И снова воскрес. Он рисует лишь тех, Кто внутри До сих пор человек, Отправляя портреты С доставкой До самых небес. И в определенный период Жизни Происходят встречи, Которые могут Изменить абсолютно все. Он назвался Богом И сел напротив. Говорил по делу, Слегка картавил, Почему-то выбрал Меня из сотен, Хоть живу я против Библейских правил. Попросил о малом, О самом важном, Быть добрее к людям И чтить заветы, Мол, скатился мир, Становясь продажным. Можно все купить, Лишь украв монеты. Ты послушай, дочь, Пусть одна из многих, Пусть давно без крыла, Открой мне душу. Я тебя искал, Привели дороги. Ты поможешь мне? Я ведь сам не сдюжу. Я устал безмерно, К чему бравады? Сотни тысяч лет Я сердца спасаю, А они твердят, Что не виноваты. Мол, отец, прости, Я их прощаю. Чем могу помочь? Я такая ж, отче, Как и все грешу, Опасаясь смерти. Но в твоей груди Расцветает солнце. Поделись теплом, Чтоб согрелись дети. Никогда нельзя отчаиваться. Что бы ни случилось, Как бы тяжело не было, Помните, Что нужно сделать шаг, А за ним еще один, И еще. Главное, Не останавливайтесь. Делайте шаги, Даже если вы не знаете, Куда идти. Только вы выбираете, Где вам остановиться. Поэтому двигайтесь, Пока не окажетесь там, Где вам захочется остаться. Море мое, Море мое, Беспокойное, Потемневшее, Волны сминают гальку, Сбивают с ног. Море мое, Сплошь соленое, Безутешное, Кто же с тобой родное Был так жесток? Немощный пирс Распластался, Изъеден рыбами, Пляж превратился В острый стеклянный пол, Пенный барашек Давно не считает выбоем, С каждым приливом Внутри прибывает боль. Грохот и шум, Корабли не достигнут гавани, Город смывает за борт, С ним вместе груз. Шлюпки от ветхости Громко трещат суставами, Шторм приближается, Чувствуешь горький вкус? Слышишь, Как эхо командует Между скалами? Берег Всего лишь точка, Сомнений нет. Сердце мое Благородное И усталое В полночь На маяке Зажигает Свет. Спасибо. Это была Анжелика Салтанова. Теперь я хочу представить Следующего резидента, Который впервые узнала О проекте Литературная гостиная Три года назад На трех лиц, А также на дне рождения. За эти три года Она написала Больше стихотворений, Чем прочитала До проекта. Купила Около 30 новых платьев По одному На каждое выступление. Познакомилась Со всеми ростовскими поэтами, Поставила первый спектакль И стала координатором Проекта в Ростове, А также поборола Своё нежелание Говорить о себе В третьем лице. Потому что Это я, Алина Савенко. Очень вовремя Отбивочка играет. Я хочу представить Как новые стихотворения, Так и Чуть более раннего периода. Начну с новых. Написаны они Вот буквально в июле. Мне теперь наплевать На правила В этом сердце Системный сбой. Я последний приют Оставила, Чтобы встать На конец собой. Обновление чувств До темени. Невесомость Важнейший дар. Рассказать бы Не хватит времени. Вместо мысли Сплошной пожар. Без вины За ошибки прошлого Всем спасибо. Включайте свет. Чья-то память Давно поношена, А моей словно Десять лет. По знакомой До камня Улицы Я пройду Словно В первый раз. Мое море С другим Волнуется, А писать бы Не хватит Фраз. Да прольются Закаты Грозами, Да пребудет В груди Восход. Кто-то мир Принимает Дозами. Я вдыхаю Небесный Свод. Просыпайся, Пойдем За компасом. Стрелка Судеб Всегда Права. Я ведома Секретным Голосом. Он поможет Найти Слова. Следующее Стихотворение Также будет Совершеннолетнее И посвящено Морю Моей Самой Большой Любви. Не надо Больше Понятий Где-то Довольно Думать Что жизнь Эскиз Давай Дойдем До вершины Лета Вдвоем Не страшно Сорваться Вниз Пожары Лиц И Прогнозных Сводок Мы Каждый Градус Допьем До дна Прощая Рутину Столичных Пробок Смотри Вот-вот Захлестнет Волна Пусть Нас Теряют По Скайпу Боссы Забудет Запах Дворовый Пес Когда Прибой Задает Вопрос Ответ Не стоит Искать Всерьез Здесь Нет Закона Сюжетных Линей Порядка Фабул Смертельных Драм В палитре Глаз Побеждает Синий Мы Вновь Собрали Мозаику Стран Пускай Сгорают До Пепла Двери Я Каждый День Назову Судьбой Однажды Кто-то В любовь Поверит Увидев Море И Нас С тобой Следую Стихотворение Будет Про Детство Написать И вот Родилось Оно Только Сейчас Проснешься В детстве Беги Не глядя Бери Что хочешь Не бойся Слез Любой Прохожий С приставкой Дядя В небесном Фильме Так много Звезд На всех Деревьях Оставь Зарубки Чтоб Вновь Вернуться Пускай Чужим В шкафу Пыляться Хрустали Кубки Валера В школу Пришел Живым Слюня Фломастер Крути Педали Возьми на чирик Фруктовый лед Что с нами станет Потом с годами Не думай Страшно Беги Вперед Вот баба Маша С ведром Компота А вместо лифта Вираж Перил Ты знать Не знаешь Когда суббота Внутри Сто двадцать Дворовых сил Давай же Давай же Наспор Своруй Жерделы Допрыгни К солнцу Залезь В чулан Отбей Лодыжка Любой Крученый Проверь На прочность В гостях Диван Десяток Фишек Важней Кредитки Полозья Санок Быстрей Машин Смотри Как маме Идут Улыбки А папин Профиль Не знал Морщин Ты Эхо Улиц Ты Вечность Лета Тебе Подвластны Все стаи Птиц На даче Листья Другого Цвета Дневник Теряет Состав Страниц Натрогнут Шторы Остаток Ночи Шепнет Всем детям Закон Утрад Проснешься Взрослым Беги Что ночи Не вздумай Только Смотреть Назад Следующее Скоро Также будет Про детство И про Любимый вопрос Который Задает Всем детям После Кого ты Любишь Больше Маму Или Папу Кем Ты Вырастешь Став Однажды Выше Мамы Сильнее Отца Если Жизнь Черновик Бумажный Никогда Не читай С конца Тебя Сорок Женой Чужие Что Не день КГБ Допрос А морской Глубиной Стихия Теперь Лак Для прямых Волос Ненавидишь Ее За трусость Презираешь Себя За все Кто Набил В эти Ведра Мусор Уже Некуда Класть Шматье Поработала Б Так Не Ныло Что Копейки Опять Принес Только Жалко Бывает Сына Вот Бы Детских Не Видеть Слез Тебе Трицать А мир Огромен Дело Выгорит Друг Сказал Вот Бы Взять У Блондинки Номер Проглядел Уже Все Глаза Всего Пара Минут До Жизни Комплектации Любых Авто Неудачников Губят Мысли Понаехали Тут Сильпо Мы Покажем Как Брать Джекпоты Распишись Получи Доход Все Изменится С той Субботы Я уверен На сто Пятьсот Тебе Двадцать Следы Засоса Тебе Десять Законов Нет Кем Ты Вырастешь Знак Вопроса Кто Услышать Готов Ответ Ты Все Молчал Ты Все Молчал А мне Хотелось Спеть На Ноте До Хоть Раз Не Задержаться И Подал Снег Растаявший На Треть Было Страшно Больше Не Бояться Мы Шли Вперед Вдоль Спящих Фонарей Ночных Животных Нового Столетия Кругом Дедлайн А я Кричу Налей И Пропускаю В строчках Междометия Ты Все Молчала Мне Хотелось Плыть Пока В груди Не Запечет Вулканом Пока Волна Не Смот С Челки Прыть Я Не Хочу Быть Больше Великаном Среди Машин Что Ниже Этих Глаз Бездомных Псов Что Мы Не Покормили Когда Нибудь Не Станет Больше Нас А Если Нет А Если Все же Или То Все Молчало Мне Хотелось Жить И Падал Снег Шагами В Унисоне О Самом Главном Нет Не Говорить О Самом Главном Скажем На Как раз Написано Там Едва Луна Осколки Разбросав Глядит На мир Из караунной Тени Везет Меня Невидимый Состав Качая В своей Звездной Колыбели Чеканит Так Ты Вечный Циферблат На всех Колесах Стрелки Часовые Куда Нибудь Но Только Не Назад Мякают Дни Неделю Мостовые На Пять Вагонов Сердце Разделив Заразом Раз Я Полки Заполняла Творение Назревающих Архив Любимых Назревающих Лекала Плацкартный Дом Товарищи Друзья Купейный Мрак Покинут Их Навеки Опять А был С пометкой Нельзя Забытый Почти В каждом Человеке Метод Снега Молчат Проводники Я Подкупала Плакала Стучала Но Как и Прежде Вечные Замки Хранили Тайну Млечного Сустава Как будто Там Сады Семирамид И вечный Запах С привкусом Свободы Как будто Пятый Тут же Ицелит Все Что Стереть Никак Не Могут Годы Озер Огласно Мокнувший Перон На две Руки Три Четверти Сомнений Я Отцепляю Памятью Вагон Затем Вещей Заслуг И сообщений И вот Секрет Счастливейших Открыт Дверной Проем Встречает Сквозняками Мое Лицо Со всех Сторон Глядит Покрыт Вагон Зеркальными Листами Раз уж Заговорили О зеркале Следующее Секретарение Будет Про зеркало Слишком Много В тебе Замурованных Ран Заколоченных Стен Защищенных Границ Ты сама Себя Взлет И сама Жестоп Кран Кто Способен Понять Череду Этих Лит Чехарду Этих Лит Черноту Февролей Где полночи Пырут Полсердца Потоп Ты не знаешь Зачем В тебе Столько Людей Ты теряешь Концы Именно Тавровых Троп То Ни шагу Назад То Ни метра За дверь Как Тебя Разглядеть За вуалью Тревог Слишком Много Внутри Незабытых Потерь Недопитых Морей Недописанных Строк За зеркальным Думом Полотемных Квартир Ты Сама Себе Грех И сама Прокурор Разлинованных Руку Скользает Пунктир Не показывай Больше Гадалка Назор Пластилиновый Мир Ждет Своих Голоты Великаны Домов Предвкушают Рассвет Как же Много Внутри Поселилось Частей Кто Из них Победит Через Несколько Лет Закончить Мне все-таки Хотелось бы На Мажорной Ноте Потому что Конечно же Все Будет Хорошо Нам ли с тобой Растворяться В толпе Ледей Не идти На пролом Усмирить Небеса И пыл Жить Двумя И семей Одинаково Серых Дней Не любить Не мечтать Не заметить Что чай Остыл Мы ли с тобой Рождены Для статистик Стран Для запчастей Машин Юбилеев Домов Кредит Где заведомо Пустые взгляд И его стакан Где вторая ступень Каждый раз Под ногой Скрипит Мы ли должны Улыбаться Врагам Лицо Начитавшись Газет Не понять Ни Европ Ни суть Верить в Бога Когда ты Раскрася Разбил яйцо Не найти Никогда Свой портрет Потолок И путь Разве ты Или я Не пройдем Эту пропасть Вброд Позабудем Друзей Замрованных В прель звонка Не сыграем На бис Не споем Без купуры Нот Не заметим Момент Когда стоит Сказать Пока Через воду Огонь Два десятка Гудящих Труп Кто-то В этой толпе Продолжает Незримый бой Кто-то Выйдет живым После всех Кулаков И губ Неужели Артем Поэт Создатель И руководитель Проекта Литературная Гостиная Дмитрий Кравченко Моя игра Она мне принадлежит И хорошая отливочка Ребят, всем здрасте Всем привет Я хочу обратиться К тем, кто Наверное Сегодня Не пришел сюда Кусать локти Потому что я сделал сюрприз Я приехал И я с удовольствием Ну я не мог Не мог не приехать На день рождения Проекта Литературная Гостиная И с удовольствием С удовольствием Поделюсь с вами Своим творчеством Конечно Хотелось бы Поздравить всех Всех с этим праздником Всех, кто причастен Кто уже столько лет Здесь в Ростове-на-Дону Выступает со своими стихотворениями Как-то развивает поэзию В Донском регионе Я когда-то это начал И мне приятно Что ребята Сейчас, когда я уехал Тоже за всей душой За это болеют За это искусство За это великое искусство Которое мы пытаемся Ну я не знаю Наверное, заново возродить Будет правильно так сказать Поздравляю всех С шестилетиям проекта Литературная гостиная И Презентую что-то из нового Что-то из старого Я в осознании того Что Жизнь и срок весьма короткий Живу уже который год В бетонной Маленькой Коробке И день за днем И день за днем Я все бесцельнее Время трачу И вместо ужинов С родней С утра до вечера Ботрачу Обозреваю склоны гор Заняв лыжню Сезонной пробки Через нее Который год И в И из Своей коробки А жизнь бежит А на река Лежать на солнышке Бегреясь Но я Забыв про берега Плыву С судак По ней На нерест И вот Дойдя до мелких вод Уже по Вытоптанной Тропке Я буду жить За годом Год В бетонной Маленькой Коробке Почитаем Что-то из старого Что-то из старого Написанного В Ростове Ну как старого Я сам-то не особо старый Из написанного В Ростове-на-Дону Мы повстречались С вами во сне Кажется С четверга На пятницу Вы улыбались Грядущей весне Сводницы Развратницы А я улыбался Смотря вам след Руки в карманы Нарочно спрятал Думал Угадывала Сколько же лет Нам уготовано С вами рядом Волосы Нити Пониже плеч Солнечных рек Золотые стоки Легкий румянец Пытался лечь Как покрывало На ваши щеки В танце По скверу В своем Кружавый На снегу Рисовали Волны В солнечный день До предела Сжат Ночь Оттеснив Становился Полным Я подозвал Подойти Поближе Взяв Под большое Своё Крыло Губы Предплечья Выше Выше К шее К ключицам И сразу На лоб Сыпались Градом Мои поцелуи Таял От жарких Дыханий Снег В зиму Холодную Лютую Злую Мы повстречались Увы Во сне Криком Вернувшихся С юга Птиц Буду от вас Я и вырван И отнят Но Среди сот Незнакомых Лиц Ваше Лицо Отыщу Сегодня Я когда уезжал Из Ростова На Дону Я написал Ну уже там Будучи в Москве Я написал стихотворение Посвящение Любимому городу И я хочу вам Сейчас прочитать Надеюсь Что Не придется Подглядывать Я покидаю тебя О мой Бандитско-казачий город Теперь говорить Я в Ростов Домой Ты подарил Однозначный Повод Теперь говорить Я с Донских Степей Любой Чужеземной Тучицы Я гордо могу И могу Теперь Сласть По тебе Соскучиться Отныне Могу лишь Мечтать Смотря на Кольца Твои Проспекты И в небе Чужом И без солнца Нам зря Ждать И искать Просвет Я буду Скучать Мой Донской Ориентир И сжав Пятерню В кармане По омуту Памяти Буду идти От стачки До Нахичевани Сверну На сельмаш Обогну Поселок И дальше По вятскому Мчусь В холода Я буду Всегда В настроении Веселом При первой Возможности Мчаться туда И в центр И в центр Обратно Письмо Письмо В котором С тобой Прогуляемся Вместе Как в том Незабытом 2008 Восьмом Прочитаем Что-то Что-то Из Из Нового Из Последнего Скажем так Вот тут Девочки Говорили Очень много Про Пейзажную Какую-то Лирику Давайте Попробуем Я думаю Вряд ли Такая ситуация Конечно Возможно В Ростове На Дону Но В Москве Я с этим Столкнулся В треугольнике Темных штор Опоздавший Метель Хромает Разыгрался Январский Шторм Аккурат В середине Мая Остывает Асфальт Ажар Его кожа Дымит И взмокла Полуночники Сторожа Закрывают Камурок Окна Одинокий Фонарь Ребит Посылая Природе Сосы Перед сном Совершив Кульбит В горизонт Уплывает Солнце Лишь Слегка Обалдевший Пес Позабывший Кота От счастья Сочетание Белых Звезд Собирает Широкой Пастью Он Пустившись В протяженный Лай Как волчок По двору Кружится Будто Знает Что в этот Май Ничего Уже Не Случится Еще Из нового Я очень Люблю Рассказывать С историей В стихотворениях И вот Одна Одна Из таких Историй Смотрю А ты Сидишь Одна В руках Две спицы Связью По телевизору Страна Переоблита Грязью На подоконнике А они Оставят Все на памяти О тебе И обо мне Они же Не кретины Ты принесла Своей стране Медали Я Картины Отмечен Наш Высокий Вклад Теперь и их Чередка Старшого Дума Привлекла А младшего Чечетка Ты помогала По физре А я Учила Бриться Не прекратим За ними Зреть Пока Нам Будет Зриться Едино Счастье Стариков Да Жить Бы До Внуков На рубеже Чужих Веков Как Гильотина Скука Ты Потому И впала В вязь Все Кончившись Сначала Ведь Никогда Ты Отродясь Так Сильно Не Скучал Смотрю И Ты Глядишь В ответ Как Будто Что-то Ранит Сильнее Чем Родной Портрет В широкой Черной Раме Стихотворение Равно Участь Всех Современных Поэтов Большинства Ладно Давайте Так Будет Правильно Мама А Почему Я Не Фартовый Под Какой Звездой Меня Ты Родила Сверстники Живут На Всем Готовом Мне Ж В Скулы В Пили Сю Дела Да Ты Родила Меня Сталанты Только Опоздала Лет На Сто В Моде Это Сейчас Ума Палата Кровь Любовь Приводит Всех В 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 Ставляясь под забором, молят повышение зарплат. Тонны рифмоплётного тротила, стоя на карнизах, смотрят вниз. Чтобы хоть в любви мне подфартило, ты за это, мама, помолись. Ну и в завершении, в завершении моего выступления, стихотворения, которое я читаю на каждом дне рождения проекта «Литературная гостиная», обычно в завершении, обычно я, бывает, и читаю только его, но вот сегодня «Юные души, увы, пустуют, нам не услышать гул стадиона, и мы горюем, и мы бунтуем, пичкая в стих идиомы. Фото наши к стене не прибьют, в школах учить не предложат, максимум, может, найдём приют в малых актёрских ложах. В городе бронзовым и не встынем, с именем нашим не свяжут дома, и песни на наши стихи простые, нет, не начнут создавать. Возможно, когда-то, спустя лет сорок, чей-либо внук импульсивный в сети случайно найдётся просонок сказ об одной гостиной. К деду ворвётся, и старец седой, то любопытство отметив, выдаст историю сказочной, той, сысканной им в интернете. Вынув из ящика дряблый альбом, взбив запалённую тушу, он, улыбаясь и хмурясь лбом, встреплет залегшую душу. Сын, внук любопытно над ним нависнув, пальцами тычет в людские лица. Саше сначала, потом Денису, лучшим из лучших певцам в столице. Дед продолжает о каждом сказ. Это Артём, театральный критик. Вика, Андрей, Алексей, Стас, врач, дирижёр, фармацевт, политик. Ах, Лика, Арина, Алина, Яна, мода, правительство, бизнес, СМИ всё на себя, как и прежде, тянут. Им до сих пор на работу к восьми. Уровень гордости рос и рос. Внук всё внимал с упоением. Только задать основной вопрос долго искал мгновение. И вот любопытство взошло на дыбы, как на столе дрожжевое тесто. Выходит, что, деда, и ты с ними был? Когда-то я свёл их вместе. Друзья, спасибо большое нам в шесть лет. Я хотел бы сказать большое спасибо вот этому помещению, где мы сейчас находимся. Это Донская государственная публичная библиотека. Это место, которое всегда нас принимает, всегда нам помогает, всегда нас поддерживает. Большое спасибо всем, кто помог организовать здесь это мероприятие. Вот ребятам, которые передо мной сидят здесь, отвечают за нашу трансляцию, за звук. Спасибо вам большое. Руководству библиотеки, всем кураторам. И, конечно, спасибо вот этим ребятам, которые сейчас сюда ко мне выйдут. Все трое, потому что вот это проект «Литературная гостиная». Выходите сюда, становитесь так, чтобы все попадали в кадр. Вот, это мы, друзья, это наша маленькая часть, которая присутствует в Ростове-на-Дону. Спасибо большое, что вы были с нами, что вы слушали нас, что вы спустя шесть лет ещё ходите и желаете слышать наши мысли, выраженные в рифмах. Мы с удовольствием будем продолжать это делать. Я буду стараться тоже приезжать сюда чаще. Ну, а пока меня нет, вот светило современной поэзии. Приходите и слушайте их. Спасибо большое. Это был проект «Литературная гостиная». Постя, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Время!